Всем привет ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Сегодня у меня для вас несколько провокационный контент, но от этого он только интереснее. Поэтому если вы посмотрите это видео до конца и оно вам покажется интересным, обязательно поставьте лайк. Меня это действительно мотивирует на дальнейшую работу. Брэд Гарлинхаус оставил комментарий относительно инфляционной стратегии, которую на днях одобрили Федеральной Резервной Системе США, о чем я делал видео два дня назад. Генеральный директор Ripple сказал, что этот кризис здравоохранения нарушил все планы, а новые действия ФРС противоречат всем событиям в прошлом за последние 10 лет. По словам Брэда, все указывает на то, что в ближайшее время снижение ценности доллара продолжится, что в свою очередь приведет к диверсификации активов инвесторами, и это очень хорошо для криптовалюты. Я хочу отметить тот факт, что Гарлинхаус работает с администрацией Трампа, с правительством Соединенных Штатов, и когда представитель крупной американской компании говорит о том, что есть потенциальная возможность потери статуса мировой резервной валюты долларом, это происходит явно не в интересах США. Марк Карни, бывший управляющий банка Англии, заявил, что они должны двигаться к цифровой резервной валюте. Ни Трамп, ни Мнучин ничего не ответили по этому поводу, и обычно это означает, что их мнения сходятся. Все эти люди могут говорить одно, но на уме у них может быть совершенно другое, ведь они знают, что все действия, которые предпринимаются сейчас, ведут к появлению совершенно новой системы. Ускоренные меры, которые они принимают в связи с пандемией, не могут быть проигнорированы, и именно поэтому я каждый день рассказываю вам об этих действиях. Далее, XRP CryptoWolf разместил очень важную для Ripple и его инвесторов статью, в которой сказано, что комиссия по ценным бумагам и биржам дала Нью-Йоркской фондовой бирже зеленый свет, то есть разрешая компаниям привлекать капитал без расходов на проведение традиционного IPO, первичного публичного размещения акций. Это прекрасные новости для криптовалютных компаний, таких как Coinbase и Ripple, так как это позволит им сделать прямой листинг на бирже. На самом деле, это также является очень важным официальным подтверждением, ведь в последнее время пошли слухи, что Ripple довольно скоро готовится провести IPO. Это вызывало страх, неуверенность и сомнения среди инвесторов, ведь оставалось только догадываться, как повлияет IPO Ripple на токен XRP. Думаю, в любом случае это было бы положительным шагом для XRP, а аргумент, что XRP после этого станет ценной бумагой, можно просто забыть. Ведь в таком случае у Ripple было бы две ценных бумаги, это не имеет никакого смысла. Проведение IPO Ripple наконец навсегда определило бы разницу между Ripple и XRP для незнающих этой разницы. Это первое. И второе сделало бы Ripple еще более надежной компанией. Новости всегда нужно воспринимать со смыслом и логикой, ведь многие новости сейчас направлены на поддержку биткоина, а еще больше новостей направлено против XRP. Не нужно забывать об этом, и нужно понимать, что они бывают необъективными, и всегда проводить свой собственный анализ, который, кстати, тоже может быть необъективным. Вот небольшая заметка от Андерса Ландберга. Еще в 2019 году Брэд Гарлинхаус говорил нам, что банки начнут предоставлять услуги по хранению криптовалюты, и что это станет для нас очень большим сюрпризом. Да, это заняло немного больше времени, чем ожидалось, но благодаря офису валютного контролера Брайана Брукса, это стало возможным уже сейчас. И это действительно очень удивило нас. Тем не менее, Брэд Гарлинхаус предвидел это еще в 2019, а еще он говорил нам, что основные банки США будут использовать XRP. И я верю в это. Прогнозы Гарлинхауса всегда очень точны, и лишь иногда их временные рамки несколько растягиваются, так как это абсолютно новая финансовая система, и я считаю это нормально. Я верю, что планы уже в работе. Кстати говоря, некоторые из них я даже вам показывал. Я также нашел одно из последних исследований Международного валютного фонда, в котором также показано отношение МВФ к цифровым финансам, и о том, какое место они займут в постковидном мире, и как финтех-компании будут участвовать в принятии цифровой экономики. Это действительно объемная работа, которую я читал сегодня ночью и прочел все 58 страниц. Полный обзор такого исследования занял бы несколько часов, поэтому я расскажу вам лишь свои выводы. Последние исследования МВФ показывают, что использование цифровых финансов приведет к ускоренному росту ВВП, а финансовая доступность и доступ к финансовым услугам для населения тоже значительно вырастут. Также они могут сыграть важную роль в смягчении экономического и социального влияния текущего кризиса здравоохранения. Ребята, текущий кризис здравоохранения стал катализатором для принятия цифровых валют, биткоина, использования XRP и роста всей цифровой экономики. Кроме этого, Банк Международных расчетов заявил, что специфические лицензионные требования для цифровых банков были установлены уже в нескольких юрисдикциях. В китайском Тайбэе, Гонконге, Корее, Малайзии, Сингапуре, ОАЭ. И этот список будет продолжаться. Цифровая экономика захватывает планету в ускоренном темпе. Вот твит Бенуа Курье, главы отдела инноваций Банка Международных расчетов, ответственного за принятие цифровых валют центральных банков по всему миру. Он говорит, что цифровые финансы используются для достижения целей устойчивого развития, исходя из отчета целевой группы ООН. Если что, цели устойчивого развития ООН – это глобальные задачи, которые организация ставит перед собой. На данный момент это 169 задач до 2030 года. И вот некоторые из них. Я хочу особенно подчеркнуть следующее. Чистая вода, недорогостоящая чистая энергия, инновации и инфраструктура, ответственное производство, борьба с изменением климата и сохранение экосистем. Все это можно в принципе охарактеризовать как борьбу и смягчение влияния человека на природу. Это очень важно в теме сегодняшнего видео, и вы поймете почему, когда досмотрите его до конца. Бенуа Курье, глава отдела инноваций Банка Международных расчетов, говорит, что цифровые финансы будут использоваться для достижения этих целей – целей устойчивого развития ООН. Мы раз за разом продолжаем слышать термины «цифровые финансы», «цель устойчивого развития», «экология», а XRP продолжает соответствовать этим требованиям, которые озвучивались ранее – устойчивость и экологическое дружелюбие. Также многие люди в криптовалютной сфере, которые пришли сюда не только ради спекуляции на курсах, знают, что криптовалюта изначально задумывалась как технология банкинга без банковского обслуживания. XRP соответствует всему этому. Если сложить все это вместе, то вырисовывается прекрасная картинка. Я ее вижу по-своему, а вот как ее видите вы, я прочитаю в комментариях под этим видео. По крайней мере, надеюсь, что вы не постесняетесь озвучить свои мысли. В завершении этого видео есть еще одна статья на CoinDex. Bitmain и Ben и еще 21 майнинговая ферма лишены льгот на электричество во внутренней Монголии. Внутренняя Монголия – это автономный район на севере Китая. И теперь на территории этой провинции майнеров начинают лишать льгот на электричество, после того, как их прижало местное правительство своим новым постановлением. Дело в том, что правительство организовывает целые рейды, если у него возникают подозрения. В ходе этих рейдов оказалось, что многие компании в регионе скрывали добычу криптовалют, маскируя их под развитие сектора облачных технологий, как пример. Сжигалось большое количество электроэнергии, приобретенной по льготным ценам. Это очень важный момент. Биткоин требует очень много электричества. Больше электричества, чем сотня стран на нашей планете. Даже я, как биткоин-максималист, осознаю, что это абсурд. Тратить столько электричества и портить экологию, чтобы получать в интернете волшебные деньги. В этом направлении, конечно, нужно еще развиваться и искать более безопасные для экологии производства способы. Кроме того, многие майнеры начали отключаться от сети биткоина из-за сезона дождей. Сильнейшие ливни даже разрушили часть линии электропередач, что привело к отключению ферм и падению хешрейта в сети биткоина. Это видно, если посмотреть изменения мощности пулов для майнинга. Некоторые из них потеряли почти 30% мощности за сутки. По словам директора одного из популярных китайских пулов для майнинга, Кевина Пэна, из-за паводков многие регионы в Китае даже остались без интернета. В общем, на прошлой неделе майнинг биткоина в Китае был фактически уничтожен грозами. А сейчас мы видим, что правительство забирает льготы на электричество. Хотя всего 9 месяцев назад оно же официально отказалось от борьбы с майнерами и добычей криптовалюты. Короче говоря, нельзя верить правительству. На этом фоне нельзя не согласиться с тем, что XRP явно дружелюбнее к окружающей среде, чем биткоин. Я верю, что это и еще несколько причин станут главным аргументом, почему XRP в глазах центральных банков и таких организаций, как МВФ и ООН, устойчивой целью развития которой остается также сохранение экологии, является более привлекательным. А на этом все. Меня зовут Богатейший Ди. Если видео вам понравилось, поставьте лайк. Давайте наберем хотя бы 3000 лайков. А также подписывайтесь на канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте и обязательно богатейте. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok